Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, спасибо огромное, что вы пришли. Поскольку Дмитрий уже сообщил ту самую новость, я хочу лишь добавить от себя, что для меня это действительно большое удовольствие и честь, что я теперь буду в команде спортмарафона, что я буду одним из амбассадоров или амбассадорш, или амбассадорих. Вот вечно проблема, когда ты женщина, вот как гид женщина. Это кто? Гидша? Непонятно. Ну, в общем, вот именно этим человеком, одним из представителей этой команды я теперь буду. И мне это очень приятно, потому что мне очень нравится то, что делает спортмарафон. Я последние несколько лет следила за тем, что происходит. И вот этот вектор движения, направленный на популяризацию, направленный на донесение информации, на распространение различных активных видов спорта, он мне очень близок и очень радует. Я надеюсь, что я смогу этому развитию помочь тоже. Это такое небольшое вступление. А теперь два слова о том, о чем будет сегодняшняя лекция. Название ее несколько условно. О чем надо вспомнить в октябре? Но если вы вдруг собрались открывать сезон не в Сибири в ноябре, а, допустим, только на Новый год, то можно об этом вспомнить в ноябре. Короче говоря, о чем надо вспомнить за месяц до поездки? Об этом я буду рассказывать. То есть это такой небольшой чек-лист. И я вас призываю к тому, чтобы вы в голове этот чек-лист у себя прошли и галочки поставили. Или не галочки, а большие жирные вопросительные знаки. Поскольку все мы с вами живем в таком очень насыщенном ритме большого города, все мы, я так сказала, я, конечно, в этом ритме живу неделю в году, но удивляюсь, как люди в этом ритме могут жить долго. Так вот, этот ритм, он засасывает. То есть постоянное напряжение пребывания в большом городе, оно немножко переводит мысли в другую сторону относительно нашего увлечения, катания на горных лыжах или сноуборде. И я, конечно, понимаю, что все вы наверняка люди, думающие за годя, думающие вперед. Вот вы все наверняка купили билеты, ну, допустим, в Ширигеш. Кто-нибудь уже обилетился в Ширигеш? А давайте более общий. В Сибирь кто обилетился? Ну вот. И, естественно, билеты вы приобрели, наверное, заранее, возможно, по распродажам. Билет у вас в кармане, в душе приятное ощущение, что скоро, наконец-то, я поеду раскатывать этот сибирский пухляк. Прекрасно. Дальше обычно бытовуха опять затягивает, затягивает. И обычно это происходит, вот у меня это было почему-то в четверг вечером. У обычного человека это может быть еще наслоено на обычную работу. Приходит к вам ваш руководитель, говорит, так, ну, ты вроде бы завтра вечером уезжаешь, да? Вот быстренько подготовь мне отчет. Вы думаете, так, хорошо, завтра пятница, в сутках у нас только 24 часа, мне надо подготовить отчет, и мне надо еще собраться. По пути домой вы думаете, так, мне надо собраться. Где у меня лыжи? Так, лыжи, лыжи, я, кажется, отвез на дачу, чтобы они не мешались здесь. Ну, ладно, это я... Хорошо, а где же мой бипер? А, бипер я одолжил Ване, потому что он куда-то собирался на майске, и там было опасно. Ваня, алло, привет, ты как? Как в командировке? Как только в понедельник? Что же мне делать, думаете вы? Ну, ладно, хорошо. Бипер я, допустим, могу взять у Пети. Алло, Петя, бипер дашь? Прекрасно, все хорошо. Бипер вам лавинный датчик дает. Пейте. Собрались, сели в самолет, выдохнули, вдохнули, прилетели с просонья на гору, наверх, Шерегеш, допустим, хотя любая Сибирь может быть именно такая, какая, снежная, с метелью. Вот вы заехали наверх куда-нибудь там, да, посидели в этом кресле, обдуваемой всеми ветрами, слезли с этого кресла, встретили, естественно, своего хорошего, знакомого, вау-вау-гида какого-нибудь, который вам говорит, ну что, пойдем, пойдем, полетели за мной, птичка, я покажу столько всего вкусного. И вы думаете, ну ладно, ничего страшного, первым спуском там, ну ладно, ладно, сейчас я бипер включу, лезете к себе под куртку и понимаете, что в бипере, а, например, нет батареек, потому что Петя, как умный человек, вытащил батарейки на лето, да, б, что вы просто видите эту модель бипера в первый раз, да, и не знаете, где у него кнопка включения и выключения, и так далее, c, d, и так далее, да. И вот такие ситуации, они, к сожалению, возможны. Все это можно объединить в одну большую группу. Все-таки надо снять, а я сразу говорила, что надо снять. Все это можно объединить в одну большую группу, которую мы можем назвать сборы в последний момент. Если уж представлять себе какие-то ситуации, то очень возможна ситуация такая, что вы, вот так лучше, да, нормально, ничего не стучит, прекрасно, что вы успели-таки съездить на ту самую дачу за теми самыми лыжами, которые простояли непонятно в каком состоянии, да, вы точно так же быстренько их запаковали, с просонья распаковали, надели на ноги, поехали на замечательную заброску на кэцки, да, вылезли из ратрака, пытаетесь щелкнуться в лыжи, все получается замечательно, но после первого поворота они выстегиваются. Почему? Да потому что вполне возможно, что вы, как умный человек, предыдущей весной расправили, распустили пружину креплений, что рекомендуют делать все производители, да, и, естественно, вы забыли ее заправить обратно, затянуть под тот вес, который вам необходим. Ну и начинается поиски лыжи час, потом поиски какой-то отвертки, которой, возможно, у вас с собой нет, потом закручивание этой самой лыжи всей в снегу. Ну, не буду дальше воображать эти истории, а просто скажу, что мы с вами должны сделать, и что мы с вами лучше бы сделали не за день до поездки, а за месяц до, потому что многие из тех пунктов, которые я буду перечислять сегодня, они выполнимы в течение некоторого отрезка времени, неделя или две или три. Некоторые вещи невозможно выполнить, или действия невозможно выполнить одномоментно, как бы нам этого не хотелось. И эта проблема осложняется, если вы живете не в столице. У нас страна не ограничивается Москвой, она чуть-чуть пошире, и если вы вдруг живете где-то в другом городе, где нет такого замечательного магазина, где нет таких хороших сервисов, то все это еще вы должны помножить на время пересылки туда-обратно, а почта у нас сами знаете, как работает, то есть по возможной потере, задержке. Ну, хватит предысторий. Что я вам настоятельно рекомендую сделать? За месяц до поездки я рекомендую вам собрать все снаряжение, которое вам потребуется в этой поездке, в одну кучу, вот прям по центру комнаты, и действительно, чтобы оно физически уже было у вас здесь рядом. Не так, что, кажется, моя маска была на верхнем полке шкафа, а именно взять ее и достать, потому что возможно, что с этой верхней полки шкафа мама ее куда-нибудь переложила, и опять же вы ее не сможете быстро достать. Собрали, положили в кучу, но этого недостаточно. Дальше я настоятельно рекомендую вам не просто полюбоваться на эту кучу или заинстаграмить, а надеть это все на себя. Так инстаграмная фотка будет гораздо выгоднее выглядеть. И, кроме того, проверить все это в рабочем состоянии. То есть надевать и защелкивать клипсы, надевать и действительно подтягивать ремешки, надевать куртку, застегивать молнию, потому что именно так вы сможете вспомнить, что та самая молния, вот да-да-да, она у меня заедала, и я думала про то, что ее надо заменить или там смазать, неважно что. Вы об этом помнили в прошлую поездку в прошлом феврале. Естественно, в марте вы благополучно про это забыли. И будет очень неудобно, если вы об этом вспомните уже на склоне. То есть просто всю процедуру собирания, одевания произвести. Это то, что я называю «проверить в рабочем состоянии». Что именно мы с вами проверяем? Давайте по пунктам. Лыжи или сноуборд. Проверяем, что произошло с кантами, что с ними было под конец прошлого сезона и не заржавели ли они в результате вашего летнего хранения, потому что ржавые канты – это не очень круто. Дальше что мы с вами смотрим? Мы смотрим на скользящий слой. Там есть два варианта. Вы очень предусмотрительный человек, и вы нанесли базовый парафин для консервации на лето. Или второй вариант. Вы немножко раздолбайски относитесь к снаряжению, и вы этого не сделали. Кто нанес базовый парафин на лето? А теперь у меня, кстати, есть несколько, скажем так, вот, они уже есть здесь. Несколько таких небольших призов, и, соответственно, есть несколько вопросов к вам. Вы нанесли базовый парафин? Все настоятельно рекомендуют это делать, потому что без него скользяк очень сильно ссыхается. Если вы этот базовый парафин не снимете, а в таком виде поедете вниз с горы, ну, в принципе, это не трагедия. Мы все не на чемпионат мира едем, и вы нормально сможете двигаться, и за счет движения этот базовый парафин может и сняться. Но каверзный вопрос к вам. Как вы думаете, в какой ситуации этот базовый парафин может иметь для вас проблему, если мы на фрирайд смотрим широко, как не только катание с подъемников? Правильно ответившему, вот сертификат. По очереди руку и громче. Камус не приклеится. Камус приклеится, но... Он отвалится. И когда он будет отваливаться? В самый неподходящий момент. Нет, не совсем верно. Параблажь вместе. Правильно. Ваш парафин просто может остаться и на клеевом слое камуса, и это может повредить ваш камус. Потом вам придется от клеевого слоя этот парафинчик как-то пытаться отдирать. Это будет не здорово. Соответственно, я рекомендую, если вы такой умный и сделали предлетнюю подготовку, нанесли базовый парафин, то после этого не поленитесь, этот базовый парафин снимите. Либо в сервисе, либо в чем-то условно цикле, если она у вас есть дома. Вариант второй. Базовый парафин не нанесли. Таких подавляющее большинство. Что при этом происходит со скользяком после летнего хранения? Он становится такой белесый, такой немножечко как бы пушисто-шершавый, и его скользящие свойства существенно ухудшаются. Особенно это актуально, если мы начнем говорить про ту самую Сибирь, про которую все мы очень мечтаем. Низкие температуры в принципе плохо сказываются на скольжении наших снарядов, особенно если скользяк в таком убитом состоянии. В этом случае рецепт прост. Берите свой снаряд, привезите его в СКИ-сервис, и вам там нанесут парафин, который улучшит состояние скользящего слоя. Кстати, если вдруг у вас есть вопросы ко мне, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте прямо по ходу, это меня не собьет. Про крепление. Как я уже говорила в нашем том самом замечательном примере, что есть такая вещь, как затяжка креплений. В данном случае мы говорим про горные лыжи, естественно. И эту затяжку, эти винты рекомендуются распускать на лето, чтобы пружина не уставала. Не очень этого понимаю, но тем не менее рекомендуется. Поэтому перед тем, как куда-то поехать, находясь еще дома, в теплых условиях, с разными хорошими удобными отвертками, а то ведь знаете, как обычно бывает, лыжники думают, ну у нас в команде есть бордисты. У бордистов всегда с собой есть отвертки, они такие зверьки, они всегда катаются с отвертками. Но только отвертки эти реально неудобны для многих лыжных креплений. Просто неудобно подлезать этой маленькой отверточкой. Так вот, я рекомендую вам, находясь дома, на ковре, с чашечкой кофе, проверить обязательно соответствие креплений вашим ботинкам. Ведь может быть так, что вы купили новые ботинки или купили новые крепления. Внимательно проверить по длине базы, внимательно проверить по затяжке, что она соответствует тому, что вы хотите видеть. И обратите внимание на вот этот вот зазор в носочке. Это тоже вещь, если это можно регулировать, лучше это подрегулировать корректным образом. То есть крепления, смотрим, что они подогнаны под ваши ботинки. Состояние скистропов, там не погнулись, да, безусловно, это тоже важно. Конечно, если скистроп погнулся, то его следует заменить, а вот это уже будет проблемой, потому что скистроп нужного размера на нужное крепление найти не так очевидно. Отличный пример, спасибо огромное. Следующий вопрос, который вы себе задаете. Новые ли у вас горнолыжные ботинки? Кстати, к сноубордическим жестким моделям это все тоже подходит. Если у вас ботинки, вы в них уже успешно катались несколько лет, то просто их наденьте, защелкните и потом спокойненько снимите. Вам все равно придется их надевать, чтобы крепление мерить. Проверьте, что все клипсы в нормальном состоянии. Проверьте, пожалуйста, то, что ваша стелька все еще в ботинке, потому что вот я, например, стельки пользую и для альпинистских жестких ботинок, и для лыжных ботинок. Соответственно, летом я достаю стелечки из своих внутренников, переставляю в другие ботиночки. И был у меня такой случай, когда я вставляю ногу в ботинок и обнаруживаю, что она без стельки. Не очень приятно. Возможно, ботинки у вас старые, то есть они уже вроде бы вам подходящие, но очень может быть, что что-то изменилось в вас. Например, сильно похудели или наоборот, что-то произошло, тьфу-тьфу-тьфу, какая-то травма голеностопа. Может быть, вы родили ребенка, после этого тоже нога меняется. То есть подумайте, что изменилось в вас и в процессе примерки поймите, не доставляют ли дискомфорта вам старые ботинки, приобновленных вас. Про новые ботинки у нас будет отдельный кадр. Про одежду, маску и каску напоминаю, что рекомендую просто это перевести в максимально боевое состояние. Не просто проверить наличие, а действительно маску надвинуть на глаза, проверить, нет ли там царапин. То есть вы можете не помнить о том, что вы ее поцарапали или какая-то трещина и опять же обнаружить это на склоне. Это будет некомфортно. Проверяем содержимое рюкзака. Я не хочу подробно останавливаться на содержимом рюкзака. Но есть, кроме, естественно, аптечки и лавинного набора, про который будет речь чуть-чуть дальше, есть некоторые вещи, которые мы настоятельно рекомендуем иметь. Они относятся, скажем так, к решению нестандартных ситуаций. И одна наша самая любимая вещь, как называется, как вы думаете, продается в любом хозяйственном магазине. Хочу. Хочу. Туда я хочу отдать один сертификат. Армированный скотч, дактейп, есть такая пословица, что все, что нельзя починить скотчем, подлежит выбрасыванию. Любые мелкие поломки, они хорошо решаются с помощью армированного скотча. И на второй случай, если не подходит скотч, то точно подойдет такая замечательная вещь, как стрепы. Они тянутся, но вот это не самый тянущийся вариант, но тем не менее бывают чуть-чуть более тянущиеся варианты. И надо сказать, что их не так легко достать. Не в любом спортивном магазине вы их достанете, хотя вещь крайне многофункциональная, вплоть до того, что она может служить жгутом при необходимости наложения жгута. Не говоря уж про то, что она скрепляет лыжи между собой, что она, возможно, прикрепляет комуса, отлетающие к этим лыжам. Ну, спектр применения вот этой штучки крайне-крайне обширен. Настоятельно рекомендую ее иметь. А за всем остальным содержимым рюкзака чек-лист хорошо изложен в статье Сергея Веденина, которая на блоге «Спортмарафона». Вообще у меня в лекции будет несколько посылок на соответствующие блоги, и это очень радует, что вы можете в блоге найти действительно много интересных и полезных материалов. Я помню, удивилась, что даже я сама за последний год, хотя я вроде бы человек в теме, два или три раза читала статьи и почерпывала для себя что-то интересное. Лавинное снаряжение. Конечно, надо проверить его наличие. Что у нас входит в лавинное снаряжение? Громко, три, четыре. Лопата. Бипер, щуп, лопата. Отлично. Ну, с лопатой, честно говоря, сложно что-то сделать и с щупом. Хотя талантливые люди талантливы во всем. Но, тем не менее, достаточно просто проверить то, что у вас щуп и лопата на месте. Но вот что касается лавинных датчиков, то тут несколько пунктов, на которых мне бы хотелось остановиться отдельно. Во-первых, проверьте, что батарейки либо есть, либо вставить новые. Некоторые производители не то чтобы рекомендуют, в общем-то даже рекомендуют вынимать батарейки из лавинного датчика на случай долгого хранения. И уж все производители протекшие батарейки не отправляют под гарантийный случай. То есть это будет, грубо говоря, ваша вина, если за долгое хранение что-то случилось с ним из-за протекших батареек. Вставить батарейки. Я вам рекомендую на бипер добавить некоторую информацию о себе, очень краткую. Имя, фамилия, ваш телефон на случай, если вы потеряли бипер в баре во время автоскипати. И то, что называется emergency contact. На случай, если вдруг что-то произошло с вами, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но тем не менее. Понятное дело, что при попадании в лавину после нахождения вас, первое, что будут пытаться делать спасатели, перевести датчик в другой режим, чтобы не мешать поиску других. И они автоматически, доставая ваш датчик, увидят информацию о вас. Мне кажется, что эта мысль логична, тем более, что это не стоит никаких затрат. Клей кусочек, ну, как стикер нанесли, я еще туда нанесла группу крови. Добавить информацию о себе, проверить работоспособность. Минимальная проверка, которую я вам рекомендую сделать еще раз, за месяц до, и сейчас вы поймете, почему за месяц до, это включить, посмотреть, что он вам пишет, выключить. Любой датчик после включения проходит, ну, любой современный датчик, проходит внутренний чек-ин своих функций, и если у него что-то не то, он вам будет сообщать, что у него что-то не то на дисплее своего экрана. Это минимальная проверка, которую я, можно сказать, не рекомендую, а требую сделать. Следующая проверка, которую я рекомендую сделать, просто собраться маленькой тусовочкой, там 2-3-4 приятеля, и во время осенних шашлыков потренироваться в поиске. В падающей листве биперы замечательно прячутся, очень красиво все будет, все будет в желто-красных тонах. Да, конечно, вы не сможете порепетировать стадию щупования и стадию откапывания, ничего страшного, но все предыдущие стадии работы с лавинным датчиком вы сможете отработать. И вы сможете понять, корректно ли себя ведет датчик, и корректно ли вы ведете себя, не забыли ли вы все то, что вы тренировались делать в прошлом году. Это действительно полезная вещь, потому что навык поиска в лавине, как и любые другие навыки действия в экстремальных ситуациях, мы ими не пользуемся постоянно. И любой навык, которым мы не пользуемся постоянно, он, естественно, быстро уходит из нашей памяти. Поэтому обновить эти навыки перед долгим интересным катальным сезоном – это очень хорошая, мне кажется, вещь. Если в процессе вот этой тренировочки вы понимаете, что датчик ведет себя как-то непонятно, то вполне возможно, что вам пора его перепрошить. Про это следующий кадр. А пока последний кадр. Заменить датчик, если он устарел. Дело в том, что последний пункт – это даже уже забота не о себе любимом, о ваших друзьях, потому что старые модели… Ну, грубо говоря, передача сигнала – это более простая функция, и даже старые модели делают ее удовлетворительно. А вот прием, обработка и поиск ваших друзей… Чем более современный датчик, тем лучше он это производит. Поэтому если вы законченный эгоист, глобально можно и не менять. Можно вообще купить себе маячок, который не умеет принимать. Но лучше подумать о своих друзьях, о команде, с которой вы катаетесь. И в этом случае как раз это будет вложение в безопасность ваших друзей. К перепрошивке. Сначала вопрос. Кто помнит, у кого какая модель датчика? Не все помнят. А, то есть возможно, что у кого-то нет просто датчика. Правильно я понимаю? Хорошо, давайте так сформулируем. Есть ли кто-то, у кого есть лавинный датчик, и он не помнит, как он называется? В принципе, зелененького такого цвета – это тоже ответ. Вот. Хорошо, замечательно. Скажите, пожалуйста, а из тех, кто помнит, как датчик ваш называется, поднимите руки, вот так вот, и держите поднятыми руки. А помните и знаете ли вы, как называется версия программного обеспечения, которая в вашем датчике. Оставьте руку, если вы помните и знаете, какая версия программного обеспечения. Ну вот туда вот я готова один сертификат передать. На самом деле, теперь… Выйди сюда, мне неудобно. А теперь вспомним ваш мобильный телефон. В мобильном телефоне куча приложений. Как часто вы меняете эти приложения, обновляете? Ну согласитесь, постоянно, вот меня это бесит, что мне постоянно предлагают обновить какое-то приложение. Я вроде месяц назад его обновляла, а оно снова заставляет меня его обновить. То есть вы это делаете достаточно часто. И почему вы думаете, что датчик лавины – такой сложный электронный прибор, что ему этого не надо? А ему, оказывается, это тоже очень полезно. Перепрошивка датчика позволяет избавиться от некоторых глюков и настоятельно рекомендуется через некоторый промежуток его использования. Производитель называют, допустим, 3 года или 3000 часов активного использования. Это то время, после которого рекомендуется датчик отнести и перепрошить либо на новое программное обеспечение, либо просто проверить, что у него в его электронных мозгах все в порядке. И вот эта процедура выполняется только в Москве. И сейчас я конкретно по моделям быстренько пробегусь, где, какую модель надо перепрошивать. Когда необходимо, я ответила. Про PIPS. Перепрошивка моделей DSP и PRO. Как правило, перепрошиваются верхние модели. Совсем начальные модели они не перепрошиваются. До версии 3.0, потому что версия вам показывается на экранчике, когда вы включаете. Вот, угадай, 3.0, да? Так вот, если вдруг не 3.0, а что-то прошлое, то в альпиндустрии на Первомайской, единственное, что если вы хотите, чтобы это сделалось при вас, лучше предварительно позвонить, чтобы человек был на месте. И лучше это делать в рабочий день, потому что человек там тоже работает по рабочим дням. Телефончик прилагается бесплатно. Ortovox. Перепрошивка моделей S1, S1+, и 3+. И в случае Ortovox была официальная рекомендация от производителей, что 3+, верхняя их модель, ее рекомендуется перепрошить. Они вообще, немцы, такие люди дотошные, но гипотетически возможны какие-то глюки. Поэтому рекомендуется обратиться в офис по телефону и сказать «хочу перепрошить». Точно так же приезжаете, при вас это делают, если предварительно позвонить. Напоминаю, что у нас есть замкади, весьма обширное, и в этом случае действует только вариант посылки по почте и отсылки обратно. Что касается Бори Вокса, то вот по телефончику мобильному, и в этом случае взимается плата в 1000 рублей. И что касается ARV, в ледниковом периоде по соответствующему телефону, тоже бесплатно, но тоже по предварительной договоренности это возможно. Простите? Что касается BCA, я не обнаружила информации где-то сделать в России, хотя я честно пыталась. По поводу Мамунда, элемент прошивается? У них есть возможность перепрошивать элемент, но мастер, не буду врать, как его зовут, вот по этому мобильному сказал, что у него не было на руках элемента, чтобы попробовать. Поэтому несите, и на вашем попробуют. Нет, серьезно. А хуже не будет вообще, если прошивается? Я думаю, что если будет хуже, то после этого вы можете сдать его и сказать, что за фигня. Так нет, если это случится во время, а как раз ничего не будет. Это как с любым действием. Мы будем чуть-чуть позже говорить про бутфитинг. Вы сделали и вы проверили. Точно так же вы перепрошили. До сих пор все, кто это делал, говорили, что получалось только лучше. А прошивка на влияние только лишь на поиск или на передачу сигнала? Вот на это не хочу врать. Явно поиск становится лучше. И я думаю, что перепрошивка влияет на более тонкие функции, типа маркировки при мультипоиске. Вот какие-то такие более сложные вещи. Я думаю, что передача сигнала, как достаточно простейшая функция, вряд ли последние модели что-то делают с ней. Но он остается в аналоге, как раньше. Ну как сигнал просто дает. Они не будут менять частоту сигнала, если про это. Нет, конечно, она унифицирована. Следующий пункт – аптечка, ее содержимое. Что мы делаем? Мы проверяем на соответствие сезону, потому что, понятно, все мы активные люди, и летом мы тоже что-то делаем. Но вполне возможно, что на летнее содержание аптечки мы убираем электрохимические грелки и добавляем там средства от укуса змей. Ну, я условно говорю. И что, понятное дело, что в Сибири вряд ли вас покусает змея. Поэтому достаньте аптечку, проверьте ее на соответствие содержимого сезону. Какое конкретное содержимое? Тут я, честно говоря, не вправе давать какие-то рекомендации, потому что эта тема отдельная, и тема тонкая. Но тем не менее, естественно, надо учитывать индивидуальные особенности вашего организма и не забывать про то, что любые базовые вещи вы можете найти у спасателей, но любые специфические вещи, связанные именно с вашими особенностями, это вы должны носить с собой, и вы не вправе требовать от гида какого-то хитрого-хитрого лекарства, которое вам помогает от укачивания. Ну, не важно. Обязательно проверьте срок годности медикаментов, которые у вас лежат в аптечке, если тем более вы долго в нее не заглядывали. Единственное дополнение, которое я хотела сказать про содержимое аптечки, что на самом деле, скажем так, по закону, мы должны помочь в малом наборе экстренных ситуаций, вообще мало экстренных ситуаций, которые приведут к смерти человека прямо здесь и прямо сейчас. И одна из таких ситуаций – это, естественно, сильное кровотечение. Поэтому желательно, чтобы в вашей аптечке было средство, которое поможет при сильном кровотечении. И, конечно, жгут – это тоже вариант, но есть вариант всяких гемостатиков. И поэтому я здесь приложила фотографию того, что лежит у меня, и поскольку это тоже достается не так очевидно, не просто зашел в любую аптеку и купил, это тоже лучше сделать заранее. Я не говорю, что надо именно это, я просто говорю, подумайте о гемостатиках, которые у вас находятся в аптечке. И если вдруг вы понимаете, что ваши навыки первой помощи не настолько автоматические, что при слове «непрямой массаж сердца» вы чего-то так думаете, что-то там было, куда-то давить, куда-то… В этом случае, возможно, перед сезоном имеет смысл еще раз пройти курсы первой помощи. Поскольку, еще раз повторяю, действия, которые мы можем совершить, их не так много, то лучше их запомнить хорошо, чтобы понимать, что в экстренной ситуации вы действительно способны что-то сделать, обновить навыки и знания по первой помощи. Официальная рекомендация от Красного Креста – обновлять их карточку раз в три года. Наверное, не с потолка взялась эта официальная рекомендация, наверное, она имеет какое-то под собой основание. Поэтому, если вдруг вы этого ни разу не делали или делали слишком давно, можно это сделать, это проходит в течение выходных и проходит во многих местах в Москве, я уверена. Про скетурное снаряжение. Теперь два слова о том, что если вы не просто катаетесь, а собираетесь еще и ходить в начале сезона или в середине, мы, естественно, достаем наши комуса. И на комусах мы смотрим состояние клеевого слоя. Клей – самая хрупкая составляющая наших комусов, и он, клеевой слой, к сожалению, имеет свойство портиться. Мы открываем наш комус, раскрываем его клеевым слоем и смотрим на качество этого клеевого слоя. Если он уже отжил свой век, он начинает такими катышками скатываться и оставаться не на камусе, а на прокладке между. В этом случае очевидно, что надо его менять. Его либо камус целиком, либо отдельно клеевой слой. Замена клеевого слоя – это удовольствие вонючее, трудоемкое. Но если совсем все плохо, попробуйте поразвлекаться этим. Но единственное, еще раз вас призываю к тому, что это лучше сделать в Москве, нежели чем мучиться с этим в замечательной избушке где-нибудь в Лужбе или на Мамае. Так вот, после этого мы, конечно, приклеиваем камус к лыжам и отклеиваем обратно, смотрим, что действительно все хорошо подогнано, особенно если мы что-то меняли, либо лыжи, либо камус. Не забываем о том, что если вы собираетесь в Сибирь, то там низкие температуры, они, конечно, не в лучшую сторону влияют на то, насколько сильно камус держится. Но про это, кстати, будет отдельный кадр, не буду забегать вперед. Крепление. Проверяем работоспособность в обоих режимах. То есть, если в случае катания, там, фрирайда, мы просто щелкнулись, попросили кого-то встать нам на носочки, подергались во все стороны, что крепление вот так вот легко не выщелкивается, то в случае скитура мы сначала перевели в ходильный режим, походили по ковру, выложили в сторис, потом перевели в катальный режим и так далее. Если вы сплитбордисты, то настоятельно рекомендую еще разочек провести процедуру по собиранию-разбиранию. Крючочков там всяких соединений у вас достаточно много, и наверняка они имеют тоже свойство ломаться, а кроме того забывается то, как это делается. После того, как вы это сделали вживую руками, сделайте это в варежках. После того, как вы это сделали в варежках, сделайте это с закрытыми глазами. Тогда ваши друзья-скитуристы будут чуть-чуть меньше вас ждать на склоне, пока вы переводите из одного режима в другой. Если вдруг вы едете в места, где ожидаются ветра, а ветра ожидаются у нас в Сибири по верховьям, хребтов, то, естественно, вот эти ветра задуют снежный покров до достаточно жесткого состояния. В этом случае рекомендуется наличие скеттурных кошек. Если их у вас нет, то заранее подумайте о том, что они, возможно, вам нужны. Потому что далеко не все, не на все модели скеттурных креплений и не на все размеры по ширине лыж кошки присутствуют вот так вот в прямом доступе. То есть этим, возможно, лучше озаботиться заранее, потому что, возможно, это придется заказывать оттуда, из-за границы к вам. Что мы делаем с нашим мобильным? Мы туда загружаем программу навигации. Загрузить ее можно, в общем-то, и сидя в аэропорту. Не проблема. Но вот научиться грамотно пользоваться ей лучше немножечко заранее, пока вы совершаете свои регулярные пробежки здесь, в Москве. Потому что, когда вы будете в Сибири, там пытаться вспомнить замерзшим пальцем, куда надо тыкнуть, чтобы вам показали, где спасение, это будет не совсем комфортно. Загружаем лучше карты в офлайн, чтобы была возможность пользоваться ими, когда вы поехали на ту сторону, и там связь пропала. И главная практика навыков работы. Рекомендую заранее найти телефон местных спасателей. Я даже себе сказала, что я это сделаю сама и выложу отдельные публикации в блог телефона спасателей популярных курортов. Это я такую себе обязалочку. Надеюсь, что после этих слов, записанных на камеру, я это все-таки сделаю. Если нет, пинайте. И сохранить телефон лучше не только в телефон, а точно так же маленький стикер на ваш мобильный. Дело в том, что мобильные быстро садятся. Чем холоднее, тем садятся они быстрее. И вполне возможно, что ваш мобильный сядет быстрее, чем мобильный вашего друга. А телефончик-то у вас на стикере написан, вы ему скажете, и вы спасетесь. Телефон своей страховой, точно так же в память телефона, копию какую-то на реальном носителе с деталями страховки. Ну, про страховку я даже вообще не говорю. Тут все вообще очевидно, что она должна быть. Вот есть такое приложение с такой иконочкой от МЧС «Мобильный спасатель». Доступно на обоих платформах. Мне в жизни пока еще не довелось этим воспользоваться, но вполне возможно, что это интересный опыт. Можно попробовать загрузить. Туда заранее заносятся данные о вас, точно так же «Emergency Contact». Как-то есть несколько форматов того, как вы сообщите о своей беде. Вы можете сообщить о беде только по вашим Emergency Contact, а можете попытаться поставить на уши всю местную спасслужбу. Я спрашивала про Красную Поляну, насколько это работает. Пока нет опыта, то есть пока нет сведений. У Розы Хутор. Да, это замечательно. Это буквально… О, спасибо огромное. Будет чуть-чуть пониже кадр, где я скажу, что на приложении Розы Хутор действительно есть кнопочка SOS. Приложение для определения своих координат, вариантов их существует несколько, чтобы когда вы… Если вы нажмете на эту кнопочку, ваши координаты пошлются автоматически. А если вы будете звонить голосом и объяснять, я у третьей елки справа за пятой березой, возможно, спасатели вас не вполне поймут. А если у вас будет приложение координат, вы им пошлете координаты, все будет замечательно. Наверное. Так вот, как раз приложение курорта. Если вы едете на какой-то курорт, на некоторых курортах есть свое приложение с хематерастом, встреча друзей. И в частности, хорошая кнопочка именно у Розы Хутор есть по SOS. Тоже не проверяла. В целом, еще раз отправляю вас в блог на спортмарафоне, где есть отдельная статья «Приложение для катания». Там, правда, говорится только про катание, а не про скетур и не так много про фрирайд. И я надеюсь, что в скором времени мы это дополним отдельной статьей, где мы разберем приложения, которые касаются именно навигации. Что и как. Чехол и Powerbank чуть-чуть удлиняют службу вашего телефона в условиях сибирского мороза. Так вот, программа навигации. Вариантов много. Важно, чтобы была возможность загрузки карт для работы без связи. Это из тех функций, которые должны быть в выбранном вами приложении. У кого-то стоит уже какое-то приложение? Прекрасно. Сейчас будем называть. Чуть-чуть попозже. Хорошо бы, чтобы в этом… Ну, то есть нехорошо. Нормальное, грамотное приложение, если вы идете в скет-тур, оно должно включать отображение горизонталий. Ну, то есть не просто картинку, а понимание рельефа с точки зрения горизонталий. Хорошая детализация карт. Приятно, если в этом приложении есть возможность планирования маршрута, то есть прорисовки линии, пока вы сидите дома в теплом хорошем месте. Приятно, если там есть функции записи треков и передачи треков. Ну, возможно, я говорю о очевидности, но, тем не менее, я их перечислю. И самое главное, чтобы у вас были навыки работы с тем приложением, которое вы выбрали. Давайте попробуем поназывать, чем вы пользуетесь. Мне просто интересно. Громко. New Ranger. Есть. Новое приложение Fatman. Ага, слышала. Не поставила иконку. Еще. Commander Compass. Ага, там. Яндекс. Google. Яндекс. Google дает горизонтали. Ага. Скитрекер. Скитрекер тоже, по-моему, без горизонтали. В принципе, у него же 3D-картинка. Осман с контуром. Кто? Осман с контуром. Да. Еще могу сказать, что, например, один из моих знакомых рекомендовал Гаю как хорошую детализацию по Сибири. Еще пока не проверяла. Alpine Quest. Из того, что я перечислила. Mount Hub. Их много. То есть тут на вкус и цвет товарищей нет. Я надеюсь, что когда-нибудь найдется хороший человек, который сядет и протестирует разные варианты. Про новые ботинки, как обещала. Если вдруг у вас новая обувь, это касается и лыжников, и сноубордистов. Сноубордисты тоже мучаются, особенно если они покупают себе хорошие жесткие ботинки. Конечно, рекомендуется их попробовать. Но как их попробовать здесь по осени? Есть у нас снежком, есть у нас горнолыжный тренажер. Вещи, которые все-таки дают какое-то понимание, движение, катание. Разносить я поставила с тремя вопросительными знаками, потому что быстро так их не разносишь, и не будешь ты, наверное, ходить на работу в ботинках. Можно воспользоваться встроенными возможностями по подгонке ботинок. Многие сейчас, по крайней мере, внутренние свои чуть-чуть подформируют. Но единственное, что я настоятельно рекомендую, все-таки такая вещь, как индивидуальные стельки. Вещь прямо сильно показанная, которая помогает во многих случаях решить какие-то проблемы. Особенно мало среди нас, наверное, есть людей без плоскостопия, такого или такого продольного или поперечного, и вообще без проблем с ногами. Стопы – это наша опора, и очень важно, чтобы эта опора работала хорошо. И именно индивидуальные стельки дают возможность хорошо этой опоре работать. Если все сложнее, хотя по заверениям местного бутфитера Александра, я вас отсылаю, во-первых, к его статье, которая точно так же лежит на блоге, и где подробно рассказано про бутфитинг. Но вот по его словам, 80% проблем решаются именно хорошим подбором ботинок изначально, когда вы покупаете на стадии покупки, и индивидуальной стелькой. И уже 20%, если у вас вдруг что-то, вот пятка, например, такая. То есть в этом случае, конечно же, уже если у вас сильные проблемы с какими-то локальными местами, то это уже надо решать бутфитингом. Почему я про это говорю в лекции? Дело в том, что на бутфитинг тоже надо закладывать по-хорошему не одно посещение, а посещение, коррекцию ботинка, пробу в том же самом снежкоме, возвращение, подгонку. То есть на это надо закладывать какое-то время. И этим лучше заняться заранее. Ну и последнее, что когда вы отправляетесь в горы, конечно, есть некоторый отмозольный набор, как мы называем. И что касается мозолей, что гораздо важнее предупредить, а не лечить. Лечить это невозможно. Мозоль вы не вылечите, если вы будете регулярно кататься. А вот предупредить вы можете, если просто будете внимательно чувствовать ваши ноги. Главный рецепт состоит в том, что, во-первых, ноги должны быть сухие. Чем мокрее носок, тем лучше натираются мозоли. И что как только вы вспомнили, у вас ничего еще не болит. Вы просто вспомнили, так, у меня есть мизинец. Значит, все, уже пора что-то делать, переобувать, наклеивать обычный пластырь, самый обычный советский пластырь такой плотный. Если уже все-таки все получилось, то нет ничего лучше компиды. Это волшебное средство от мозолей очень хорошо помогает. Оно есть в варианте карандаша, которое защищает, предупреждает от мозоли. На самом деле оно просто, по-моему, уменьшает потливость в локальном участке. Так, если впереди ссылка в Сибирь, быстро пройдусь. Отсылаю вас, кстати, Еви Денина, который говорит про скитур в холодных местах. И всячески вас призываю подумать о теплоте ваших ног, потому что скитурные нынешние ботинки очень тоненькие. Обратите внимание, сеточка. Ничего не защищает бедную ножку. Есть бахилы, конечно, альпинистские, но они плохо совместимы с теми дырочками, которые присутствуют на наших креплениях. Поэтому лучший вариант вот таких бахил, сделанных рокпиллорсом, вы их можете найти в спортмарафоне. Они имеют соответствующее отверстие, оставляющее открытыми места для крепления ботинок. Вот такая хорошая модель, в принципе, если интересно, могу пустить по рядам. Серьезная модель, можно туда по кругу. Обратите внимание, она высокая, а эта часть защищена, как правило, нашими штанами, особенно если вы на стиле. Поэтому есть более легкий вариант, представляющий из себя… Ой, все пропало, шеф, все пропало. Вот такие вот неопреновые бутглавсы. Утверждается, что они аж плюс 7 градусов добавляют в вашей стопе. Они гораздо более компактные. И, естественно, они легки в использовании. Я сама пробовала, и, в общем, мне нравится. Сюда снег запросто забивается. Ты знаешь, у меня не так легко попал сюда снег. Один раз у меня попал снег. Я помню, почему я поняла, что работают. Что я чувствую, один носок мерзнет, а второй нет. И я обратила внимание, что сюда забился снег. Я почувствовала разницу сама. Но снег вычищила, чуть-чуть поаккуратнее, поплотнее надела, и больше таких проблем не было. Стельки с подогревом, ну и химические грелки – это совсем на экстренный случай. Подумайте о степени морозостойкости вашего камуса, потому что клей на холодных температурах работает плохо. А что мы сделаем, если у нас камус отлетает? Как внутрь, положить подогрев. Когда мы его сняли, во время спуска, вот ты показываешь сюда, но женщины здесь не любят иметь лишних объемов. Я, например, вдоль ноги вот сюда, вот аккуратненько обертываю. Тоже верно, а зато туда красивее. Еще варианты. Когда он уже, вот вы не едете вниз, он уже вам надо наклеивать, а он холодный, на улице минус 30. Скотчем? Можно скотчем, это одноразовое решение. Вот это решение многоразовое. Ну и если вдруг экстренно камус совсем отлетел, вам надо подняться, или этот вариант будет работать, если вы без камуса случайно свалились не на ту сторону, и вам надо выбраться как-то. Ветки. Хороший вариант. Есть еще один вариант. Для этого нужны ветки. Веревка тоже для этого нужна. А что мы можем сделать со скользящей поверхностью, чтобы она не скользила из того, что у нас под рукой? Кто догадается, тому сертификат. Воды у нас тоже может не быть. Что? Вот. Какая вода, какая жидкость у нас всегда в организме с собой? Ну, это совсем экстренный случай. Надеюсь, до этого у вас не дойдет. Не забудьте, пожалуйста, уточнить про визы и пропуска в том районе, в котором вы собираетесь ходить. Фото с Красной Поляны. Далеко не все регионы доступны для скитура у нас, да и для фрирайда без пропуска. Последнее, что хочу сказать. Мы все про снаряжение, про снаряжение, а про подготовку себя любимых ни слова. На самом деле, куча материалов, как себя подготовить к сезону. Куча. Но главное начать. В этом основная проблема. Всегда мы себе говорим так, с понедельника начнем. И поэтому я хочу сказать следующее. Я очень хочу сделать отдельный комплекс на подготовку коленей, поскольку это самая хрупкая наша часть. И предлагаю вам маленький эксперимент. Давайте мы начнем с того, что вот все, которые сидят здесь в зале, будем плавно приседать 20 раз каждый день. Если через неделю вы это будете еще делать, я поверю, что вы готовы делать более сложный комплекс на колене, который мы снимем на видео и выложим обязательно в блоге спортмарафона. Пишите, пожалуйста, мне на Facebook, что вы неделю делали. Правильно, на 5 счетов вниз можно до полной амплитуды. 5 счетов внизу, 5 счетов наверх. Если это у вас получится, будем делать более сложное. Безопасного, интересного сезона. Спасибо за внимание. и...